Здравствуйте! Информационную картину дня представляют журналисты телеканала Первый Карагандинский. В студии Полина Малюкова и в начале выпуска коротко о главных событиях дня. Более 600 тонн сельскохозяйственной продукции привезла Карагандинская область на ярмарку в Нур-Султан. Гости и жители столицы могли купить мясо, овощи, колбасные и молочные изделия по ценам ниже рыночных. Вернули утерянный кошелек, вытащили человека из петли, предотвратили похищение женщины. Все это результат лишь одного дня службы военнослужащих Национальной гвардии. Более 200 новоиспеченных уланов дали торжественные обещания с честью и достоинством нести звание улана. В Караганде состоялась церемония принятия клятвы воспитанниками республиканской школы ЖАЗ УЛАН. На 82-м году жизни скончался общественный и государственный деятель, почетный житель Карагандинской области, Медиев Касымбек. Он внес большой вклад в развитие поселков Аксуа-Йолы, Агадыря, Актугая, Егинды-Булака, города Жасказган. Долгие годы он вкладывал свои знания и силы в решение экономических и социальных вопросов. Имя Касымбека Медиева неразрывно связывают с работой в областном депутатском корпусе. А между тем его трудовая биография начинается с простого сельского пионер-вожатого в селе Аксуа-Юлы-Шетского района. Затем были годы работы на комсомольских и партийных должностях. С 70-х годов Касымбек Медеевич работал в исполкомах, а затем и акиматах различных поселков и районов Карагандинской области. И неизменно итогом его работы становилось улучшение условий жизни конкретного населенного пункта. Обо всем об этом вспоминали его коллеги. Слова соболезнования направили Ялбасы Нурсултан Назарбаев и президент страны Касымжумар Тукаев. Касымбек Медеевич От имени спикера мажориста парламента Казахстана Нурлана Нигматулина выражаем глубокие соболезнования родственникам, близким и соратникам Касымбека Медеева. Где бы он ни был, где бы он ни работал, своим профессионализмом отличался от всех. В развитии независимого Казахстана он внес свою лепту. Выйдя на заслуженный отдых, Касымбек Медеевич был избран секретарем областного маслехата. И здесь он не забывал о чаяниях народа. Построил начальную школу в отделении АКСУ. Помимо этого депутат помог с компьютерным оснащением школы, в которой когда-то учился. Вместе с Ельбасы, вместе с казахстанцами он внес огромный вклад в развитие экономики Казахстана. Он лично занимался развитием сельских районов. Для этого Касымбек Медеевич смог сплотить всех жителей для достижения общих целей. До последнего дня Аксакал не сидел без дела. Он являлся почетным председателем объединений депутатов маслехата в Казахстане, членом областного совета ветеранов. Награжден многочисленными наградами. Касымбека Медеева похоронили на мусульманском кладбище возле реки Сокр. Лечебно-профилактические учреждения Карагандинской области внедряют в систему обязательного социального медицинского страхования. Министр здравоохранения Ельжан Бертанов в ходе рабочей поездки посетил поликлинику в городе Шахтинск. У вас пожелания для проекта для Министерства здравоохранения? Пожелания? Ну, я, может, так немножко скажу, но немножко так еще бы получше. Еще получше? Да, можно так сказать. Я думаю, что есть при этом у наших коллег все силы и желания. Обещаю. Так, все нормально, но еще немножко там. Хорошо. Это получше будет, пообещал министр здравоохранения Ельжан Бертанов, как только вся страна перейдет на работу в системе медицинского страхования. Первый месяц апробации ОСМС в Карагандинской области показал готовность системы здравоохранения к масштабному внедрению медсрахования по всей стране со следующего года. Так что я думаю, главное, чтобы люди увидели выгоды от этой системы, которую мы долго готовили, ради того, чтобы сделать больше услуг бесплатных доступными, больше лекарств бесплатных. То есть мы планируем расширить спектр бесплатного АЛО, так называемого лекарственного обеспечения. Уже список утвердили, сейчас идем на закуп. В частности, все препараты для детей, рецептурные, которые врачи назначают, они будут бесплатно выдаваться. Но дальше больше. Медицинское страхование подразумевает не только доступность дорогостоящего лечения для граждан, но и совершенно другую систему оплаты для медиков. На встрече с коллективом Шахтинской поликлиники министр пообещал существенную прибавку. Благодарю вас за труд. Ну и надеюсь, что нормально этот период пройдет до конца года. И с нового года уже будем спокойно работать в новой системе. Ну и самое главное, что ждите повышения зарплаты с нового года. Напомним, Карагандинская область стала первой, где в пилотном режиме внедрили обязательное социальное и медицинское страхование. Система работает с 1 сентября этого года, в то время как в других регионах страны ее внедрят лишь 1 января 2020 года. На сегодняшний день в Карагандинской области статус в системе ОСМС определен у 81% жителей. Мирамгуль Салкимбаева, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Более 600 тонн сельскохозяйственной продукции привезла Карагандинская область на ярмарку в Нур-Султан. Гости и жители столицы могли купить мясо, овощи, колбасные и молочные изделия по ценам ниже рыночных. Предприниматели Карагандинской области в этом году приезжают на ярмарку в столицу во второй раз. Для гостей и жителей Нур-Султана из области привезли более 100 тонн мясных продуктов, картофеля 360 тонн, около 20 тонн других овощей и многое другое. Особым спросом у покупателей пользовалось мясо. Назгуль Аугамбаева из села Родниковская Осакаровского района занимается разведением скота. На ярмарку привезла говядину и конину. Ярмарка нам очень нравится. Люди с утра уже ходят, в 7 часов буквально. Я думаю, что они все довольны нашей продукцией. Вот видно по очереди. По сравнению со столичными рынками цены установили на 15% ниже. Качество привезенного товара и его стоимость на ярмарке лично контролировал заместитель Акима Карагандинской области Серик Шайдаров. Урожай собрали в этом году хороший. Это несмотря на засушливое лето. Вы сами можете это увидеть. На овощи и картофель есть все сертификаты. Мясную продукцию проверяли в наших лабораториях. Все экологически чистое. Большим спросом у жителей столицы пользовались овощи. Эту продукцию останчане покупали мешками. Ярмарка была не только богатой, но и веселой. Состоялись благотворительные акции по приготовлению баурсаков и кумыса. Творческие коллективы подготовили концертную программу. В Караганде сельскохозяйственные ярмарки пройдут 19 и 26 октября, а также 9 ноября на улице Олимпийской. Андрей Танандритимофеев, Первый Карагандинский. Вернули утерянный кошелек, вытащили человека из петли, предотвратили похищение женщины. Все это результат лишь одного дня службы военнослужащих Национальной гвардии. В региональном командовании Орталек чествовали солдаты-сержантов, которые проявили мужество и стойкость во время охраны общественного порядка на улицах Караганды. Карагандинка Диана Хамзина благодарит военнослужащих Национальной гвардии за то, что вернули ей утерянный кошелек. А в нем документы, банковские карты и крупная сумма денег. Произошло это 3 октября. А на днях Диана посетила войсковую часть 54-51, где служат ее герои. Рядовые Заманбек Галым, Куан Серик и Фарух Нарматов. О таком поступке должен узнать каждый. Это реально пример для родителей, чтобы они воспитывали в честности детей, в детях. Я сразу говорю, можно я сниму на видео, постараюсь это все раскидать, интернет. И это не единственное происшествие, которое произошло 3 октября. Этим же вечером младший сержант Максан Жакубеков буквально вытащил девушку из петли. Он, забежав в эту квартиру, увидел в ванной комнате девушку, которая уже совершила суицид. Он перерезал веревку, оказал первую медицинскую помощь, непрямой массаж сердца сделал до прибытия скорой. Вызвал скорую медицинскую помощь, до прибытия оказал полифицированную медицинскую помощь и тем самым спас девушку. И это еще не все. Другой войсковой наряд пресек похищение человека. Об этом рассказал командир взвода, старший лейтенант Достан Жумагалиев. Увидели то, что неизвестный мужчина хотел насильно посадить данную женщину в машину. То есть мы оказали ей помощь, после чего мужчина скрылся в неизвестное направление. Мы подали ориентировки и сохранили жизнь женщины. Каждый отличившийся военнослужащий удостоен награды. Благодарственные письма также были отправлены на родину солдат срочной службы. Андрей Тен, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. 225 новоиспеченных уланов дали торжественное обещание честью и достоинством нести звание улана, соблюдая все славные традиции военной школы. В Караганде состоялась церемония принятия клятвы воспитанников республиканской школы Жас-Улан. В строю более 200 новых воспитанников Карагандинской республиканской школы Жас-Улан. Этот день они ждали больше месяца. Впереди первая увольнительная домой, но сначала на глазах самых близких торжественная клятва. По традиции присягу читает один, остальные вторят слова клянусь. Они дали торжественное обещание с честью и достоинством нести звание улана, соблюдая все славные традиции военной школы. В этот момент у родителей, бабушек и дедушек непростая задача – разглядеть в строю своего героя. Среди них Руслан Булдаков. Поступил в военную школу Жас-Улан в городе Караганды, так как планирую связать свою жизнь в дальнейшем с военной службой. За месяц обучения нас научили в строевой дисциплине, нас учили маршировать, также у нас проходили уроки, факультативы. С важным событием уланов поздравили ветераны вооруженных сил, воины, интернационалисты, родители и воспитанников. Слова на путствие высказал и ветеран национальной гвардии, генерал-майор Ерсаин Рустимханов. Пожелали мы нашим детям, чтобы они хорошо учились, прежде всего. Прежде всего, их задача переведшая сегодня – хорошо учиться, чтобы получить хорошие оценки по НТ, чтобы в дальнейшем успешно поступить. Ну и, естественно, любой коллектив, это был воинский, это был воинской дисциплины, чтобы они между собой дружили, соблюдали, слушались командиров. Впереди у юношей два года упорной, трудной, но интересной учебы. Сегодня в Республиканской Карагандинской школе Жасулан обучаются 413 воспитанников, в их числе дети из многодетных и неполных семей, воспитанники детских домов. Мирамгуль Салкимбаева, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинский хоккейный клуб «Сарыарка» уступил в казахстанском дерби. Матчи между Карагандой и Усть-Каменогорском всегда вызывали сильнейший интерес болельщиков. В этот раз торпеда удалось одолеть карагандинцев лишь в овертайме. Стартовая 20-минутка прошла с небольшим преимуществом карагандинцев. Но первая в матче заброшенная шайба случилась за две с небольшим минуты до его окончания. Карагандинец Дмитрий Байчук оказался расторопнее всех и после передачи из-за ворот отправил шайбу в сетку. 0-1. Во втором периоде торпедовцы смогли выровнять игру и имели ряд моментов открыть счет в матче. Но в воротах «Сарыарки» традиционно надежен был Эдуард Рейзвих. В третьем периоде торпеда смогло таки сравнять счет 1-1. В концовке «Орлы» имели возможность вырвать победу, но до финальной сирены счет на табло не изменился. А в овертайме уже голкипер «Торпеда» несколько раз спас свою команду от неминуемого гола. За 8 секунд до окончания дополнительного времени усть-каменогорцы смогли реализовать выход 2-1. И Денис Игнашин стал героем вечера, оформив дубль и принеся победу своей команде. 2-1. Соперник из победы – хорошая игра была, боевая. Рубились все обе команды, по-настоящему, по-честному. Вот, наверное, закономерность в матче, наверное, все-таки не такая. Здесь обе команды, да, так закономерно. Очки заработали. Но наши проблемы мы видим. Стараемся их по ходу чемпионата исправить, подправить, что-то направить. А в принципе по самодаче, по отношению, по самому, вот так, ну, мне претензий нет к ребятам. Ну, бились, рубились. И усть-каменогорцы так рубился до конца. И мы, ну, я говорю еще раз. Обе команды разуслужили очки в этой игре. Вот, ну, торпед нас наказал за ошибку в конце. 10 октября «Сарарка» вновь сыграет с торпеда, но уже в Караганде. Затем карагандинскую дружину ожидает 4-х матчевая выездная серия по городам Сибири. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Ну, а это были все новости на сегодня. Увидимся в эфире телеканала 1-й Карагандинский. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!